Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Светлана Свинобой. Смотрите выпуски. Где и как летом может отдохнуть любой ребенок, знают в отделении соцзащиты. Компания по организации отдыха уже в разгаре. В Котласском краеведческом музее прошла встреча семейной реликвии Великой Победы. Девушка с остальным характером. Интервью с Кристиной Королевой. Продолжаются поездки по округам с депутатами городского собрания. Сегодня проблемы своего округа озвучил Владимир Суханов. У Владимира Суханова территориально самый большой округ. Кроме того, он разбросан. Это часть поселка Вычегодский, Байка, деревня Свининская и Слуда. 46-й лесозавод и Антонова тоже входят в список его округа. Эти микрорайоны сегодня депутат посетил первыми. Насущные проблемы жители микрорайона 46-й лесозавод неоднократно озвучивали на встречах со своим избранником и на недавней встрече с главой Котласа Денисом Шевелой. Большой объем работ сделан на 46-м. Это проблема тополя. Были проблемные участки спиленные. Остались вопросы небольшого значения, которые задавались. Это глиняные насыпи, которые были возведены и мешают отводу воды. Мы, не знаю, пообещали сделать эту проблему решить. Еще часть тополей будет. На 46-м, это возле библиотеки, до 1 сентября пообещали сделать. Ну и проблема тоже, это мусорная помойка, большая, правда, между домами 26-28, тоже над ней сейчас решаем. Тоже есть, как бы, хорошие заделы, что она будет вывезена. После встречи главы Котласа с жителями 46-го этой весной тополя возле трансформатора спилили в первую очередь. Существовала угроза безопасности людей. Остальные проблемы пока в процессе их решения. Объезд по округу продолжился в Антоново и, по сути, превратился во встречу с жителями микрорайона. У них накопилось много вопросов к своему депутату. Один из них – дорога. Всегда возникали претензии к администрации. В последнее время сейчас все дороги утверждают депутатский корпус. Но, исходя из того, что это 2000 кубов песчаной гравийной смеси на все 80 км дорог. Поэтому сразу на момент отсыпать не представляется возможным. На исполнение судебных решений в отношении автомобильных дорог, освещения и тротуаров требуется 890 миллионов рублей. У меня всего лишь 57 миллионов рублей на ремонт автомобильных дорог. 400 миллионов рублей требуется на проведение на автомобильных дорог нормативных требований, где коленец превышает допустимые нормы. Финансирования недостаточно. Несколько лет назад в Антоново существовало ТСЖ. Благодаря ему жители провели газ и уличное освещение. Сейчас товарищества нет, проблемы появились. Активный пропагандист ОСОВ Владимир Суханов на примере деревни Слуда доказал их эффективность. У нас есть староста, есть совет деревни. Регулярно, практически раз в месяц собираемся, решаем проблемы. Все обязанности расписаны. То есть у нас тоже улицы, дома, но мы решаем глобально проблемы всего населенного пункта. Должно быть сформировано какое-то общественное движение, что-то, лидер какой-то быть, объединять весь микрорайон. И вот эти проблемы приходить вместе, совместно решать. А так жители вот в этом году улицы Бор освещения полтора миллиона, ну 1,6 миллиона выделили, все. Все, они успокоились, им, как говорится, сейчас вот улица Новоантоновская, будем тоже решать. Мой телефон известен, звоните, я говорю, сейчас вот жителям дал. Пожалуйста, я приеду на встречу, будем совместно решать. Владимир Суханов уверен, что поэтапно решить проблемы ему помогут неравнодушные жители микрорайона. В ближайшее время в его планах объехать остальные территории своего округа. Когда отключат отопление? Этот традиционный вопрос возникает у горожан весной, особенно, когда на улице достаточно тепло и кажется, что горячие батареи – это лишнее. Процесс подключения и отключения отопления – процесс небыстрый. Для этого существует свой алгоритм и правила. Есть определенные критерии, на основании которых принимается решение об окончании отопительного периода. Если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице будет выше 8 градусов, отопление в домах отключают. Это прописано в постановлении правительства Российской Федерации за номером 354 от 6 мая 2011 года. В этом документе также прописана нормативная температура воздуха, которая должна быть в домах. Если этот показатель не соблюдается, можно обратиться в управляющую организацию для составления акта после проверочного замера температуры. Если управляшка не реагирует, направить этот акт и свое заявление можно в Роспотребнадзор или Госжилинспекцию. Они проверяют обстоятельства и, если действительно есть нарушения, могут принять меры к управляющей компании. К другим темам. Накануне на базе детского сада «Родничок» завершился муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Младший воспитатель-2024» среди детских садов нашего города. Участникам конкурса были предложены следующие задания. Визитная карточка участника «Моя профессия – младший воспитатель». А дети скучать не дают. Сервировка стола. Конкурсанты продемонстрировали свою эрудированность, артистизм, культуру речи, умение применить современные технологии, организацию взаимодействия, сотрудничество участников образовательных отношений, а также творческий потенциал. По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом. Третье место у младшего воспитателя из детского сада «Огонек» Светланы Терентьевой. Второй стала Ольга Коломинова из «Незабудки». Ну а первое место присудили Анне Логиновой, младшему воспитателю детского сада «Теремок». Отдохнуть в лагере в каникулы может каждый ребенок. С 15 мая этого года отделение социальной защиты населения приступило к выдаче направлений для заключения договоров со здоровительными лагерями, которые организуют отдых детей в каникулярное время. Каков алгоритм оформления, узнаем прямо сейчас. Летний оздоровительный отдых детей – одна из мер социальной поддержки. Как правило, она предполагает частичную оплату стоимости путевки благодаря направлению от отделения соцзащиты. Всего в списке, где может отдохнуть любой ребенок, порядка 30 лагерей, как стационарных, так и палаточных. В каких же лагерях можно отдохнуть этим летом? В центре детского отдыха «Северный Артек», палаточный лагерь «Квест Артек» в Холмогорском районе и лагере «Авангард» в городе Мирном. За получением сертификатов и направлений обращайтесь к нам в отделение социальной защиты. Со всем перечнем лагерей и со всеми изменениями вы можете ознакомиться на сайте Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области или по QR-коду. Кроме того, полезную информацию можно найти на странице отделения социальной защиты ВКонтакте. Например, что такое сертификат? Это документ. Документ на определенную сумму, который служит для подтверждения частичной стоимости для оплаты путевки. Для наших лагерей в Архангельской области стоимость сертификата для нельготной категории граждан 20 709 рублей. Для начала нужно определиться, где именно вы планируете отдых ребенка, после чего получить направление в отделение социальной защиты для заключения договора с лагерем. Есть отдельная категория граждан, которые могут рассчитывать на бесплатный отдых. Только категория «Дети в трудной жизненной ситуации». Это дети под опекой, дети инвалиды, дети, проживающие в малоимущих семьях, то есть получающие пособия на ребенка в отделении социальной защиты населения. В настоящее время с 15 мая мы принимаем заявление на третью смену. Но, учитывая, что вторая смена начнется с конца июня, приходите. Каникулы не за горами. По статистике, именно в это время растет количество ДТП с участием детей и подростков. В целях профилактики в Архангельской области с 16 по 21 мая текущего года проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». С января по апрель текущего года на территории Архангельской области зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в результате которых 16 несовершеннолетних получили травмы. Основные причины ДТП – переход проезжей части в неустановленном месте и нарушение правил при движении на велосипеде. Практика показывает, что наибольшее количество ДТП с участием детей и подростков приходится именно на каникулярный период. Поэтому в преддверии летних каникул сотрудники полиции совместно с педагогами образовательных организаций проведут с детьми беседы, направленные на закрепление навыков безопасного поведения на дорогах и напомнят родителям о правилах перевозки детей в автомобилях, обеспечении безопасного участия в дорожном движении детей-пешеходов при передвижении на средствах индивидуальной мобильности, а также недопустимости управления транспортными средствами детьми, не достигшими установленного возраста. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Новый дискаунтер «Заботливые цены» на Калинина 16 уже открыт! Приглашаем за покупками! С 10 по 23 мая акция! Масло сливочное резной полисад за 129,99. Бульмени горячая штучка с говядиной и свининой за 89,99. Креветки королевские вареномороженные 499,90 за 1 кг. Сардельки телячьи от мясного комбината «Стрела» – 299,90 за 1 кг. Низкие цены – наша забота! Удачный сезон начинается! Цены в аптеках, фармация снижаются! Квадроциклы «Си-Эф-Мото» – техника для настоящих путешественников. Широкий модельный ряд, универсальные характеристики и надежность в эксплуатации, подтвержденная множеством российских и международных экспедиций. «Си-Эф-Мото» – это оптимальное сочетание цены, качества, доступности запчастей и технической поддержки. Весь модельный ряд техники «Си-Эф-Мото», а также широкий спектр дополнительного оборудования и аксессуаров у вашего официального дилера. Заслуженный артист России Валерий Семин с программой «Привет, весна!» 19 мая – Котловский дворец культуры. Удачный сезон начинается! Цены в аптеках, фармация снижаются! Есть вопрос – обращайтесь! Котловская межрайонная прокуратура организует прием граждан по вопросам соблюдения прав в сфере предпринимательства. В связи с празднованием 26 мая Дня российского предпринимательства Котловской межрайонной прокуратурой организован прием граждан по вопросам соблюдения прав субъектов предпринимательской деятельности. Прием будет проходить в здании Котловской межрайонной прокуратуры 26 мая 2024 года с 11 до 12 часов по адресу город Котлов, улица Дзержинского, дом 6Б, кабинет 17. При приеме заявителям необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. В преддверии Международного дня музея в Котловском краеведческом музее прошла встреча «Семейные реликвии Великой Победы». Через личные истории Котлашан гости музея говорили о Великой Отечественной войне. С подробностями Вероника Цыкина. Сегодня в нашем музее, накануне Международного дня музея, мы проводим очень важное для нас мероприятие, мероприятие, которое называется «Семейная реликвия Великой Победы». И мы пригласили сегодня «Семейных Котлашан», которые в недавнее время передали нам очень интересные предметы, документы, связанные с участием их родственников в Великой Отечественной войне. И мы сегодня поговорим об истории войны как раз через личные истории наших землеводов. Одним из героев, которого вспоминали на встрече, стал Владимир Долгополов. Почтить память героического родственника пришел его сын Станислав Владимирович, а вместе с ним его внуки и правнуки. Мой отец, Долгополов Владимир Александрович, погиб во время Великой Отечественной войны. И моя мать, Савлаева Матерна Семеновна, которая всю жизнь поработала учителем. Отец мой также был учителем химии. Он был на фронт, ушел в 42-м году, был начальником отделения огнеметных смесей. Владимир Долгополов очень много занимался фотографией. В музее хранится его фотоаппарат. Станислав Владимирович передал в музей пенсной матери и дорогую для себя фотографию с сестрами. Еще один герой встречи – Зинин Владимир Андреевич, останки которого нашли в городе Керчи в 2020 году. По номеру медали получилось установить ее владельцам. Были очень длительные поиски. Поиски, наверное, длились больше месяца. Прошло с генетической экспертизой и привлекались все службы. И выходили по бумагам, по документам. То есть проделана огромная работа со стороны Керлического музея. С нами делась так же тесная работа. Нашли фотографии и остреньков спрашивали, есть ли такие вообще, такой Владимир Андреевич у нас в семье. Потому что знали только фамилию, имя, отчество. И только лишь номер медали. То есть как много значит, несколько цифр для того, чтобы найти человека и вернуть его назад на родину. На этом семейные реликвии не заканчиваются. В музее огромное количество писем с фронта и книг про военное время. Весь музей, я подарила музей, это у меня сын, который принес мой сын в папку памяти. Папка памяти, как и длина, мы с ним ворону 6 мая по 9 мая 2019-1989. Мой сын участвовал, вернее, не мой сын, а весь училище военное. Ленинградская война, высшее военное училище и имутилила. Вот все эти ребята участвовали в перезаправлении останков 2-й горной армии генерала Блосова. Игнат Плазит 4 октября 1993 года во время грузино-абхазского конфликта. В преддверии Международного дня музея директор Анна Горбунова поздравила своих коллег с праздником. Я хочу пожелать всем нашим коллегам большого счастья, удачи. Хочу пожелать нашему коллективу, а наш коллектив замечательный, наш коллектив прекрасный, дальнейшим успехов в работе, чтобы все у нас было хорошо. Большое вам спасибо. Жуткая авария разделила жизнь Кристины Королевой на до и после. Год в инвалидном кресле и безграничная вера в лучшее. О болях, о своем восстановлении, планах и перспективах встать на ноги Кристина рассказала в интервью моей коллеге Али Лайковой. Кристина, я очень рада, что вы нашли время для нашей беседы. Когда я узнала вашу историю, она меня очень тронула, красивая девушка, талантливая, целеустремленная и по воле какой-то случайности, злого рока попала в категорию людей с ограниченными возможностями. Расскажите, как это случилось? Ну, я предпочитаю говорить не с ограниченными возможностями, скорее, а с дополнительными потребностями. Вот мне это больше нравится. Как случилось, я открыла салон второй в Коряжме, в городе Коряжме, в своем родном городе. Мы ехали как раз с него. И на моменте, когда мы стали объезжать автобус, обгонять, водитель попутного движения просто не убедился в маневре и нас снес в дороге. Можно сказать, ударил в машину нашу, там уже дальше завертелось, закрутилось. Три транспортных средств внутри машины между собой стали биться, колотиться. В итоге мы в Квете. Из серьезных травм и во всей этой аварии, наверное, у меня самое сложное, к сожалению, досталось. Это перелом позвоночника. Ну, ладно бы позвоночник, как бы кости срастаются, у меня повреждение спинного мозга. И вот это уже печаль. Потому что как раз травма этого момента не дает чувствительности дальше проходить вниз. В моем случае это грудной отдел, получается, ниже груди у меня чувствительность нарушена. Прошел уже год. Вот через три недели уже год как с аварии. И что-то, ну, благодаря реабилитациям, конечно, постоянно ездим с супругом. То есть дома занимаемся и домой к нам приходят заниматься. То есть какие-то там моменты движения в плане мышечного отклика есть. Ну, так, что прям шагнуть или там что-то сделать, пока, к сожалению, нет. Но мы на пути. Главное, что мы к этому идем. Ну, и в любом случае, я понимаю, как человек уже взрослый, здравый, что как раньше уже не будет. Ну, это нужно признать. Это не секрет, как бы, да. Я не питаю иллюзии, не верю в такое прям сильное волшебство. Как раньше я уже не побегу, даже если я встану действительно и с приспособлением какими-то начну ходить и передвигаться. Я нормально реагирую на то, что я могу в дальнейшем передвигаться на кресле. То есть люди живут. Жить так можно, жить так нужно. Сто процентов все будет прекрасно, все будет отлично. Просто все будет по-другому. Немножко по-другому. Вот и все. А виновник аварии он наказан был? Да, конечно. У нас были суды. Ну, разбирательства как таковых не было, потому что все очевидно, все понятно. Есть и видеорегистратор, есть и показания свидетелей. И вообще, в целом, картина ясна. Он был трезвый, да? Да, он был трезвый, но не убедился вот в маневре своем. Он просто, можно сказать, машину снес с дороги. А мне сказали, что в момент аварии вы с собой закрывали ребенка, да? Это правда? Знаете, это такие, как сказать-то, мгновения, когда ты не осознаешь сильно, что происходило. Я могу сказать вам, начало и через несколько секунд конец. То есть я сижу в машине, когда бам-бам-бам все-то случилось, ребенок в кресле, соответственно, и я вот так на кресле. То есть я что-то такое вот сделала, чтобы, не знаю, как-то, это прямо секунда буквально, чтобы закрыть. Мы уже, на самом деле, были в аварии. Это ДТП у меня было в 19-м году, где тоже был младший сын, у меня был старший сын. И у меня, когда я была в спереди, соответственно, за рулем, дети у меня сзади, первая мысль какая была. Тогда при столкновении, да, меня там зажало хорошо так. Дети, как у меня дети? То есть у меня картинка, дети, что у меня там, доставайте детей. Меня стали доставать и вырывать из машины. Я говорю, меня не трогать, детей сначала достаньте, потом я. И здесь, видимо, такое же мгновение какое-то в голове, там щелчок надо закрыть, спрятать, потом все остальное. Но понятно было, что повреждение, то есть я вот на ребенке, я понимаю, что я его закрыла. То есть вы находились в сознании после аварии? В сознании, абсолютно. Я не теряла сознание. Вы сразу же поняли, да? Да, я сразу поняла. Что вы почувствовали, какая была первая мысль после того, как вы поняли, что с ребенком все нормально, муж тоже, да, не так понял? Да, он у меня заплакал. Соответственно, я понимаю, что все хорошо, все нормально. Он ничем не ударен, потому что он как бы в кресле сидит внутри, да, там же боковушки у кресла есть, и сверху как бы я. А у меня ноги сложились вот так, что я, ну, как на карачке села, вот так вот. Ну, то есть как будто бы свернулась в позу, да, эмбриона. И я вот так вот их трогаю и понимаю, что я их не чувствую. Ну, в мгновение я говорю мужу Илюше, я сломала позвоночник. Почему вы сразу подумали, что вы сломали позвоночник? Ну, не знаю, какие-то знания, видимо, есть. Что я понимаю, что нечувствительность ног – это позвоночник. Ну, как-то сразу я поняла это. И мысль мгновенная была так. На колясках тоже живут, без ног тоже живут. Все нормально, все как бы… То есть не было ни слез, ни истерик? Нет. То есть помимо травмы позвоночника, как сами вы, да, тогда в тот момент определили, еще были многочисленные переломы ребер. Да, ребер, да. И мне было очень тяжело дышать. То есть было ощущение, что я не могу вздохнуть. Когда ребра ломаются, может, кто через это проходил, понимает, что нет возможности как бы набрать воздуха, как будто бы они сдулись легкие. Вот. Ну и потом несколько там, я не знаю, сколько времени, секунды, это минута или что-то, боль приходит. Шок маленький отходит, приходит боль. И тогда это было, конечно, вообще все печально. Я кричала и молила меня сделать обезболивающее, потому что невозможно было терпеть. Ну, дальше все. Укололи, увезли. И вот сутки я была здесь в Котловской больнице сначала. Потом санавиацией меня отвезли в Архангельскую областную поликлинику, там прооперировали и все. Я потом там две недели в реанимации лежала. И все переведена была в обычную палату. В реанимации тоже ловила моменты, когда было ощущение, что сейчас я, наверное, уйду, потому что непонятно, справится ли организм с такой нагрузкой, потому что травма серьезная. И непонятно, как это реагирует. То есть там огромное количество препаратов, лекарств, переливание крови. И такая борьба, просто борьба. Ну, слава богу, все в порядке. Ну, вот вы сказали, что вы в момент аварии, да, уже сразу же как бы приняли эту ситуацию, да, что и в инвалидном кресле люди живут. Может быть, это было в состоянии стресса? Неужели никогда не было слез по этому поводу? Да были, конечно. Переживаний. Да, я, как обычный нормальный человек, как бы сказать, несколько месяцев первых вообще было. Каждую ночь я ходила. Вот прям во сне у себя, каждую ночь иду там по траве, там встаю, иду куда-то. Вот прям каждую ночь. И каждое утро просыпалась с пониманием, что не могу, блин, что не шевелятся ноги. То есть это каждое утро у меня было с таким стрессом, но принимать антидепрессанты там или что-то я не начинала вообще принципиально, понимая, что я, ну, справлюсь. Ну, то есть, блин. То есть вы сами себя настраивали, да, что, ну, вот жизнь разделилась на дую после, а нужно и вот сейчас продолжать максимально счастливо жить, да? Да, я... Знаете, с чем были скорее слезы связаны? С бесконечной болью. Потому что травма спинного мозга, она не как травма кости. Вот, например, да, там сломали вы руку, она болит, вот это все, ноет, стонет, можно как-то заглушить там препаратами, и оно все проходит. Травма спинного мозга, она сопровождается болями горячими. Вот у меня и сейчас год прошел, у меня все равно есть эти боли, правда, не приглушили, слава богу. Было нестерпимо. Ниже травмы все горит, вот кипяток, вот прям, вот как будто ты лежишь в кипятке, и она боль иногда адски болючая. И вот это состояние приводило к слезам. Когда намучаешься целый день, под конец дня уже начинаешь реветь, потому что ты когда же это уже все пройдет и пройдет ли вообще. А что на коляске нет, вот этот момент меня к истерике не приводило. Хотя, знаете, вот такие моменты маленькие, да, вот, например, я там подошла, подъехала на коляске, например, да мне на тарелку надо встать, например, или помыла посуду убрать. Блин, не могу. Раз такой щелчок маленький, да, не смогла это сделать. Там еще что-нибудь там, ну, да, в общем, такие бытовые маленькие моментики, один за одним, один за одним, понимаешь, блин, я не могу встать. А какие еще бытовые вот сложности? Или вот в окружающей среде, например? То есть вы сразу же, получается, из больницы приехали домой уже в инвалидной коляске? Да, меня муж забирал с поликлиники, где меня оперировали на коляске. Меня уже там в больнице начали присаживать на коляску, то есть адаптировать немножко, да. Потом мы приехали на коляске. Бытовые моменты, ну, все абсолютно влажны, то есть где были маленькие проемчики дома, мы все расширили, пороги везде убраны. Ну, шкафчиками верхними, соответственно, я не пользуюсь, у меня все внизу, если мало ли, готовка или что-то. В общем, вот эти моменты все они налажены. На улице город, могу сказать, наш, да и большие города некоторые, в общем, всяким, где я была, не приспособлены для колясочников. Вообще, вот больницы, там, нотариус, я не знаю, все, что я могу перечислять, где есть у нас подъезды-заезды, установлены пандусы для галочки, на них невозможно заехать. Есть в городе, пожалуй, только два места, где я могу заехать самостоятельно. Это мой салон, видели, да, пандус, он такой очень небольшой угол. Обратили внимание сразу, он появился, видимо, после аварии. Нет, он был у меня изначально, вот как-то так получилось. Вот, и столица. Вот это два места, где пандусы установлены правильно. Во всех остальных местах, я говорю, вплоть до поликлиник, в больницу сама я не заеду. Меня муж по лесенкам вот так бум-бум-бум, ну прям, а я на стрессе еду, чтобы не дай его к тому ручку не высказать. Как вы уже живете? На первом. На первом у нас шесть ступеней. А сама без помощи мужа вы можете передвигаться по городу? Ну да, где нет ступеньки. Вот. А дети как отреагировали? Я слышала, что когда вы попали в авариум, ну может быть, это не так, ваш сын разместил пост у себя на странице «Мама, ты где?» То есть почему он вас потерял? Первый раз в жизни я детей своих определила, они не хотели очень, в детский лагерь на Ватсу они у меня уехали, и через неделю на восьмой день я попала в аварию, соответственно, телефон у меня все забранный, и все. А вот. Без связи я, мы с детьми, естественно, каждый день на связи, а тут я пропала. И он мне на моей странице, он мне на моей стене, он у себя, он везде «Мама, ты где?» «Мама, вернись!» Ну вот эти все прям такие душесчипательные фразы он мне размещал, да, и потерял, потому что ему никто не говорил еще со мной. Почему не говорили? Старший сын, он у меня очень, как сказать-то, очень мой. Он прям, он очень, он в плане «У меня там настроение плохое, он подойдет мамочкой, давай как-то настроение». Даже не сейчас, а вот раньше, да, тем более сейчас. И ему боялись очень долго сказать, что со мной что-то случилось. Я попросила у медсестры, дайте позвоню домой, вот. То есть если супруг держал связь с врачами, то с детьми вообще никакой связи не было. А я повторяю, что они были не дома, они были в лагере, и о маме просто нет информации. Вот. Я ему позвонила, сказала, Даня, все хорошо, все в порядке. Вот. Ему очень долго не говорили, что я в аварии. Ему сказали, что я поехала спинку полечить. А когда вы вернулись домой, дети увидели вас на инвалидной коляске. Какая была реакция? Они не знали, пока я в больнице была. Я лежала два месяца в больнице. И они уже это понимали. Ну, никакая, у них до сих пор у меня. Я когда уезжаю на очередную реабилитацию, я всегда плачу. Вот у меня, я не знаю, я уезжать от детей, у меня прямо внутри там все вертится, крутится, я не знаю. И мне всегда дети говорят, так, мам, ты же уезжаешь подлечиться, приедешь уже на ногах. То есть у нас нет, у детей, в всяком случае, нет принятия, что я на коляске. Они это смотрят как навременно. Ну, надо пока вот так, ну, а чё, мам? Надо пока так. То есть я могу дома, у нас везде ковры дома, я могу застрять, когда еду до ковен, например. Не подбегают, помогают. Как, ну, блин, давай все, справимся сейчас, все нормально, не переживай. А как муж вас, ваши близкие поддерживают? Насколько сильно их жизнь изменилась? Ну, конечно. Ну, близких-то никак не изменилось. А вот у мужа вместе со мной она изменилась кардинально, конечно, полностью изменилась. Теперь у него не просто жена, а на колясочке есть, да, с дополнительными потребностями. Он абсолютно все, ну, с детьми, соответственно, да, там, очень долго готовку, ну, уборку и все бытовые моменты взял на себя. До сих пор у нас, у нас машина высокая, пересаживает меня на руках, то есть как лялечку носит, потому что мне наверх просто не забраться пока. Сейчас присматриваем себе машину, ну, обычную, да, низенькую, чтобы я водила сама. Это даже не обсуждается, то есть мы приобретаем машину, сейчас мы, я говорю, еще раз присматриваю, устанавливаем ручное управление, я буду водить машину сама, это даже без разговоров. А пока супруг водит, у нас высокая. Ну, вы производите впечатление очень сильного такого человека, со стержнем, стальным. Вы всегда такой были? Насколько, вот мне тоже рассказали, у вас детство, да, было непростое. Ну, оно, знаете, детство... Может быть, тогда закалился характер? Не исключено, конечно. Ну, плюс, я думаю, что еще от рождения у меня такое, я очень выливается, устремленная. Я себе поставила цель когда-то, когда училась в школе, что у меня будет богатая взрослая жизнь, потому что у нас она была такой, как бы, ниже среднего, скажем, достаток. Мама нас одна пятерых воспитывала, соответственно, мама всегда на работе, детки на старшей сестре. Мы донашивали за друг другом. Ну, вот эти все моменты. Но я не скажу, что оно у меня прям сверх печально. Нет, у меня нормальное детство. Очень много семей многодетных, кого воспитывает там один родитель и донашивает. Ну, это нормально. Я не считаю, что это прям плохо. Но моменты такие, как они прям пробивали у меня мозг. Однажды, я помню прям этот хороший момент, мама стоит у меня перед зеркалом, купила себе серебряную цепочку, но настолько тонюсенькую, я не знаю, это прям цепью лета назовешь, надевает на себя и вот радуется, что у нее ювелирное украшение. А я смотрю на нее вот так, и думаю, нет, у меня в взрослой жизни будет прям золото, у меня будет все прекрасно, шикарно, я маму задарю и все остальное. И в 14 лет я уже пошла работать неофициально, доплачивали каждый день, я на газетках сначала была. В 16 лет я уже оформилась официально и перешла со школы обычной в вечернюю школу, чтобы днем работать, вечером учиться. И меня не толкало жизнь этому, не потому что голодали, а потому что я сказала, что я хочу, чтобы у меня появился хороший телефон. Потом я захотела, чтобы у меня хорошее украшение. В 20 лет, 24 мне было, я купила свою первую недвижимость сама. Я сама на нее заработала, я сама купила. Купила недвижимость, у нас пятеро детей, я купила недвижимость двум сестрам и маме в городе, в Коряжме, сама. Это большие труды, это много работы, это много времени, но мне настолько это все надо, ну вот прям надо, вот я хочу, чтобы это все было. Я к этому шла, работала, старалась, училась. Вот когда я рассматривала работы, мне было стыдно, что я не могу указать, что у меня нет вышки. Вот мне прям вот стыдно почему-то, там же анкета и высшее образование, там либо среднее нужно указать, мне было стыдно, что его нет. Я пошла учиться, соответственно, это не бюджет, вот, это платно все. И получила два высших образования. Первое государственное муниципальное управление, у меня образование в Софу, тогда еще города Коряжма. И я захотела залезть под погоны, мне хотелось носить погоны, я хотела быть такой важной, но опять же характер, вот прям охота власти какой-то. Вот, я ходила под погоны, уже общалась, договаривалась со следственным отделом здесь, в Котласе. Мне сказали, нужно юридическое образование. Я говорю, вообще не вопрос. Я поступаю на второе высшее, юридическое, опять работаю днем, учусь сессиями в свои отпуска. В общем, у меня вот такое образование. Я получила, почти получила высшее образование, юридическое. За год я как раз попадаю в аварию, первый свой ДТП ломаю, там позвоночник тоже у меня был сломан, но там был сломан остественный отросток, ну как бы. То есть, может, тогда уже был какой-то звоночек? Возможно, возможно. Вы не проводили какую-то аналогию? Нет, я даже на это не смотрю, как стоило тогда испугаться. Ну, значит, вот так. И на ВВК комиссии военной, в следственное дело меня забраковали. Раз был перелом, значит, таких не берут в космонавты. Соответственно, юридическое образование вроде как будто бы не пригодилось, хотя очень многие статей я до сих пор помню. И если что, могу себя защитить, во всяком случае, да. И вот тогда я поняла, когда вот меня отвернуло от этого, вот тогда щелкнуло-то как раз, что меня почему-то не пускает ни под погоны, ни куда-то вот в такие сферы, да. И я сказала себе, хочу работать на себя. Все, я точно буду работать на себя, однозначно. Но куда, я еще не знаю. А как вы выбрали свое дело? Я пришла... Для начала у меня, да, супруг тоже ИП, у него база отдыха, у нас здесь очень известная вершина. И я кайфовала приезжать ему помогать. Я приезжала, мы там с людьми общаемся, мы там что-то делаем. Я понимала, что я хочу с людьми. Вот я тоже хочу на себя, но хочу с людьми работать. И однажды я лежу сама на процедуру, перманентный макияж бровей. Лежу, и вот это тоже опять же щелчок такой, где дальше даже не обсуждалось. Лежу и думаю, так, сейчас ей заплачу 6 тысяч. И я зашла за девочкой, которая тоже делала процедуру. После меня уже сидит. Я ее спрашиваю, слушай, а сколько у тебя клиентов в день? Она говорит, ну клиентов 5. У меня такая математика сработала. А я тогда работала в магазине, я 12 лет в одном магазине проработала, где у меня зарплата была официальный минимум 16, что-то там, 16 в месяц, 30 в день. Вот, и у меня математика такая. И все, я пришла с процедуры. Мужу сразу сказала, что я ищу школу, мы поедем обучаться. И это даже не обсуждалось. Это было как, да, он меня без разговоров поддержал. Мы выбрали школу вместе, поехали. Обучились страха, как сейчас у многих новичков, кто ко мне приходит, у меня не получится. Где брать клиентов? Как я там смогу, не смогу красиво делать? У меня не было вообще, вообще не было у меня. У меня до сих пор его нет, этого страха, что-то новое там. У тебя же трехпигментация научилась, да? То есть, вы во всем такая уверенная, да? Абсолютно. Знаете, как я на это смотрю? Я смотрю на мастеров, на других. Она обычный человек. У нее две руки, две ноги, у нее голова. Блин, у нее, получается, у меня вообще не может быть такого. Я круче сделаю, я лучше сделаю. У меня тоже все получится однозначно. И мы, когда с моими девочками, ученицами обсуждаем эти моменты, я тоже всегда им говорю, посмотри на меня, на себя посмотри. Ты хуже, чем у меня. Да абсолютно ничем. Может быть, даже в каких-то моментах ты умнее, хитрее, все остальное. Не может не получиться. Не бывает такого не получиться. Я обучилась, дальше я приехала и поняла, что база у меня не очень хорошая была. Я месяц, по-моему, через два поехала на свой первый мастер-класс, но второй, третий, четвертый, в общем, за год у меня было очных 15 мастер-классов пройдено. 15 раз я к разным мастерам ездила, чтобы повышать свою квалификацию. Но я говорю, меня настолько втянула эта индустрия, я настолько, я до сих пор настолько кайфую от нее. Индустрия с неграничными возможностями в прямом смысле. И я не говорю только о разных техниках перманентного макияжа. Это брови пудровые, такие-сякие волосковые, там разные кучи стрелок, нестрелок и все остальное. Я говорю о перспективах и возможностях дохода в этой индустрии. И многие из них я уже освоила, скажем так. И сейчас я уже сказала, что готовится огромный проект у меня, я о нем нигде не рассказываю. Наверное, чтобы не сглазить. Я к нему настолько прям серьезно подошла. Я начала еще год назад его готовить. Попала в ситуацию эту и готовлю к нему в онлайн формате. Это будет просто бомба. Я даже сейчас сильно открывать не буду. Хочу, чтобы все было готово. Он будет в онлайн формате. Многое из них в онлайн формате. В основном это будут прямые эфиры. Мне нужен контакт. Причем я буду работать один на один с человеком, с мастером в моем случае. Это все будет в индустрии перманента связано. Хочу выращивать мегапрофессионалов и так же, как я, учить их разным источникам дохода. Расскажите, после аварии, когда, на какой день, неделю, месяц вы вернулись к своей работе? И насколько сложно это было начинать? Вышла. Значит, у меня вообще даже с аварией, даже в реанимации я пришла в себя. Я открыла телефон, опять же, онлайн. У меня же обучение выстроено так, что большая часть сначала теории, практической частью. То есть я выдаю блок уроков. Девочки отсматривают, выполняют по ним задания. Я отсматриваю, даю следующее. И заканчивается обучение практической части, где мы встречаемся здесь. И работаем уже с клиентами. То есть вот тогда, когда по аварию шел как раз вот этот блок, когда они дома изучают уроки, выполняют задания, мне показывают. То есть я уже из реанимации учила дальше. У меня не останавливался процесс вообще. И до сих пор он не останавливается. У меня раз примерно в два месяца набор группы, и обучение идет. Я вышла на отработку живую уже четыре, по-моему, или три месяца было с аварией. То есть я приехала и вышла сюда. Насколько это было сложно? Это сложно было физически. Спина. В моей спине на полпозвоночнику стоит металлическая конструкция, которая... Мало того, что дискомфорт приносит, это больно, это мышцы, это там все. Она реагирует на погодные условия. Вот дождик начинает идти, и у меня есть ощущение, что у меня болит не спина, а металл. Он как будто изводит. То есть вот эти вот ощущения в спине. А так... Но сколько клиентов? Вы каждый день работаете? Нет. Я клиентов беру не каждый день специально. И беру, стараюсь брать тех, кто у меня уже был, где я понимаю, что работа будет минимум по времени. Пока тяжеловато, потому что новых клиентов я передаю ученицам. Тем, за кого я точно знаю, я в них уверена, я знаю их работы, старания и все остальное. Как-то это же по-новому приспособиться на коляске, подъехать, это все же... Уже приспособилась, я подъезжаю спокойно, все нормально, в этом плане нет сложностей. Здесь у меня все под рукой, как и было раньше. Ну, то есть нет, в этом плане ничего не изменилось. Я же там не на ногах стояла, я сидела на стуле, теперь сижу на кресле. Нет, в этом плане сложностей нет. Вот. Ну, а заново, может, приходилось, или рука набита? Нет, у меня руки, слава богу, все в порядке. То есть сверху у меня все нормально. Нет, в этом нет. Нет, когда опыт уже есть, не пропьешь, как говорят. То есть функционал рук не нарушен, все спокойно, все хорошо. И за это спасибо, опять же, Богу, что не забрал у меня все. Потому что лежу периодически в центрах реабилитации, и очень-очень много молодых. Это ДТП, это прыжки в воду, это прыжки батуты, всякая вот эта ерунда. Все молодые и очень много шейников. Шейников – это когда перелом в шейном отделе позвоночника. Вот это для меня, наверное, было бы самое страшное, где они, к сожалению, не могут функционировать нормально ничем, кроме глаз. Вот. Ну, вот это страшно. Вот тут бы я, наверное, возможно, в депрессию бы впала. А здесь у меня в руках, как хорошо, что Бог меня вообще свел вообще с этой индустрией, профессия, с которой я в своем положении, в любом другом могу функционировать и работать. Расскажите еще про реабилитацию. Есть какой-то эффект, другие ощущения? Каждая реабилитация дает свой эффект. Каждая. В любом случае реабилитация, ну, это курс массажа, ладно, пол-дела, да, здесь можно тоже массаж делать. Это профессиональные инструктора ЛФК. Они учат мое тело работать заново. Потому что вот в месте перелома в грудном отделе все дальше отказала. Мышцы не работали вообще. То есть вот как мешок. Вот я пыталась садиться, да, и я как на шарике. Вот я все, я валюсь, заваливаюсь. Вот я села, я все, я падаю. Не работают мышцы, корпус не держится, спина не держится, ну, ноги там, соответственно, да. И инструкторы ЛФК учат заново держать корпус, включить мышцы, вообще стабилизация какой-то. В конце концов, правильному пересаживанию и пользованию креслом, да, и так далее. То есть каждая реабилитация, конечно же, несет пользу огромную. Ну, плюс, огромный тоже, опять же, да, в моменте таком морально-психологическом, когда ты находишься в окружении таких же, как ты. Ты понимаешь, что ты не одна. Мир не кончился, свет не потух. Девчонки ездят, да, я ими прямо вдохновляюсь. Они ездят, они абсолютно самостоятельные. Они ездят по реабилитациям одиночно, просто одна. Она села в поезд, она поехала, у нее огромный чемодан, там, или на самолете, или еще как-то. Они путешествуют одни, они путешествуют за границу, они с детьми отдыхают. Я на них смотрю и понимаю, что, блядь, все можно, нифига это не конец, это все вперед. А что говорят врачи, у вас есть перспектива встать на ноги? Знаете, ни один врач не может дать прогнозов, потому что, к сожалению, вот эти травмы спинного мозга, это настолько неизученная какая-то сфера, на него не проводятся операции. Его невозможно заменить, зашить, вставить в другой кусок. Это такая субстанция, скажем так, в организме человека, которая не подлежит восстановлению, к сожалению. То есть, если участок поврежден, он заново не нарастет. Но доказано уже научно, что рядышком расположенные участки спинного мозга могут взять на себя некоторый функционал. Мой случай не самый печальный, то есть, у меня не полный разрыв, когда, ну как, как ниточка оборвалась, у меня он поврежден, он у меня был сдавлен сломанным позвонком. Поэтому, ну, дай бог, чтобы все получилось. Всяком случае, вот на последней реабилитации в Москве, у меня был там видеоролик на странице, ноги дают отклик, то есть, я напрягаю, я что-то делаю, и она толкает, она что-то там тащит за собой, да, то есть, меня ставили на карачки. Это очень забавное упражнение, но оно, блин, такое крутое по сути. То есть, я вставала, и колени подтягивала сама, чтобы ползти вперед, назад. Для меня это прям большой такой прогресс. А вас часто жалеют? Может быть, вот в больницу попали, там, началось все с этого, медсестры, такая красивая, и вот в инвалидном кресле. И как вы относитесь, да, вот такая сильная личность, как вы относитесь? Я терпеть не могу, когда меня жалеют. Ну, бывает такое? Ну, они, конечно, бывают. Вначале особенно, я же вначале и плакала, там, и вот этот момент непринятия, когда нет, я не инвалид, я не могу. То есть, было такое? Да, конечно, было. Просто до этого вы говорили, что вы как-то сразу все это приняли. Нет, я, знаете, вот ощущение депрессии, оно одно, это когда-то все. Вот ты с утра встаешь, ты уже унылая такая, и до конца. А есть моменты, когда ты прям, я хочу сама залезть в машину. Вот мы подъезжаем с мужем, там, например, я к двери подъезжаю, мне там, чтобы пересаживать, я говорю, я сама, я хочу сама, я хочу подтянуться, залезть и все остальное, да. То есть, моменты такие, конечно, и могут быть, и они случатся, и не будут возможно случаться, там, скажем, я подъеду к магазину, в который сильно хочу заехать, а этот бордюр будет мне мешать. То есть, вы не позволяете ни мужу, ни семье, ни близким себя жалеть? У нас нет такой, что, ой, ты бедненькая, там, несчастная. У нас есть такое, что, блин, не можешь справиться, сейчас я помогу. Ну, это прям, ну, не в такой какой-то станутливой, жалобной форме. Ну, вы просто сама по себе такая, видимо. Ну, наверное, с вами. Да, у меня друзья все прекрасно знают, вот мы недавно тоже отдыхали, я там начинаю что-то делать, они такие, тебе помочь там все спрыгивают? Я говорю, стоп, не надо этой фразы, там, тебе помочь. Когда мне нужно будет помочь, я скажу. То есть, вот, самое, на самом деле, вот для меня, в всяком случае, сейчас, унизительное, неприятное, это ощущение беспомощности. Вот, что я там что-то не могу, вот, я там такая, я не хочу это ощущение вообще испытывать, я все могу. Когда происходит какая-то сложная ситуация, я вот не люблю постановку вопроса, за что мне это, для чего мне это, вы когда-нибудь думали, для чего вам это? Да, я каждый раз, я говорю, и в первую аварию я поняла, я тоже был пост написан, что я услышала, я поняла намек, зачем это было сделано. Зачем? Для чего в той первой аварии, а в этой я разогналась настолько в работе, что стала упускать моменты вот с детьми нахождения. И поняла сейчас, для себя, в всяком случае, сделала выводы, что я, мне нужно больше отдавать времени семье. Меня просто, можно сказать, боженька притормозил, что тут, тут упускается. Дети взрослеют, вот я, да, сказала уже только в момент, мы сейчас дискутируем с детьми, с моими, они разговаривают, они со мной по-взрослому разговаривают, они что-то там доказывают свою, отставят точку зрения, там что-то объясняют, я на него смотрю вот так, и думаю, я же тебя только с роддома принесла. Ты же вот у меня тут только лежала, ты у меня тут такие умные, он действительно умные вещи такие рассказывает мне. И думаю, ты же у меня вот раз еще вот так щелчок, и уже жениться. И раз щелчок, и уже из дома ушел там, и думаю, упускаю. Вот моменты такие, нахождение с детьми, упускала. Сейчас и пришлось, и я кайфую теперь от этого. Мы вечерами, они просто заваливают меня своими телами, один по дну, руку втрое, тут на ногах, и мы смотрим фильмы, мы смотрим мультики, мы вместе гуляем, вместе путешествуем. Мы когда обсуждаем с ними иногда, да, кем ты хочешь быть, кем ты хочешь стать, что ты вот хочешь делать. Они сейчас, ну, понятно, что в силу возраста еще не соревновались, как бы я, кем бы хотел быть, и я говорю, главное – кайфовать от того, чем ты занимаешься. Не ходи на работу, которую ты не любишь. Если тебя бесит проект, который тебе задали по технологии, забей на него, иногда я говорю, знаешь, давай сделаем его вместе как-нибудь, не мучайте себя ни в каких моментах. И есть наоборот, да, если чего-то очень хочется, сделай, не откладывай на потом. Накупили мы там кучу красивого шматья, и у меня сын отложил его там на праздник. Я говорю, нет, сегодня праздник, сегодня тот день, когда мы оденем самые красивые. Сегодня мы там чего-то там захотели, да, например, поехать там, ну, бзик какой-нибудь, в аквапарк поехать, в Вологду. Мы сядем и поедем сегодня, самые кайфушки, вкусняшки, там, вкусный кофе, вкусные пирожные, там, я не знаю, красивая одежда какая-нибудь, телефон какой-нибудь, я не знаю. Сегодня. Кайфуйте от жизни каждый день сегодня. Получается удовольствие. Нет, завтра еще нет, есть сегодня. Да, неизвестно, что будет завтра. Которую мы должны прожить максимально счастливыми. Да, я, да, вот в этом плане, совсем остальное, все, что касается, да, там, работы и всего остального, кайфуйте от того, чем вы занимаетесь. Вот сегодня, ничего на завтра не откладывайте. Меня устраивает, ну, абсолютно все. У меня прекрасная семья, у меня супер-пупер муж. Все замечательно. Все, о чем можно только мечтать. Дальше только развиваться, на месте не стоять. Все вперед. Вот, Кристина, я восхищена вами, вашей силой духа, вашей целеустремленностью, красотой. И вот хочу, чтобы люди, которые посмотрят наше интервью, поняли, что все мелочи, проблемы, бытовые, это все такая суета. Когда ты просто можешь встать на ноги утром с кровати, выйти своими ногами из дома, погулять, дойти до работы. Вот это дорогого стоит, это счастье. Этого я вам желаю. Спасибо. Спасибо вам огромное. И что пришли, и что поговорили со мной, и что дали высказаться, в конце концов. Потому что, на самом деле, миру хочется кричать. Замечайте вокруг себя красоту, любите. И говорите о том, что вы любите тем, кого вы любите. Не забывайте об этом. Продолжит программу проект стихи, рожденные войной. Оборманного мишку, утешала девчушка. Из-за вечной избе. Не плачь, не плачь. Сама не доедала. Пол сухаря оставила тебе. Снаряды пролетали и взрывались. Смежалась с кровью черная земля. Была семья. Был дом. Теперь остались совсем они на свете. Ты и я. А за деревней рощи соземилась. Поражена чудовищным огнем. И смерть вокруг летала злою птицей. Бедой нежданной приходила в дом. Ты слышишь, Миш, я сильная, не плачу. И мне дадут на фронте автомат. Я отомщу за то, что слезы прячу. За то, что наши соснинки горят. Но в тишине свистели пули звонко. Благоющий отблеск полыхнул в окне. И выбежала из-за мы девчонка. Ой, Мишка, Мишка, как же страшно мне. Молчание. Мне голоса не слышно. Победу нынче празднует страна. А сколько и в девчонок и мальчишек. Ответила подлая война. На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте Котлас 24. Ру и в одноименной группе ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хороших выходных. Увидимся. Проведите весело и с пользой выходной день со своей семьей. В субботу, 18 мая в 15 часов в городском парке пройдет семейный праздник «Припаркуемся с семьей». Посвященный Международному дню семьи. Вас ждут веселые игры, конкурсы, танцы, песни. Берите своих близких и приходите. Мы ждем вас. Вход свободный. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг, Виноградова 44, Котлас, Маяковского 47. Днем в Котласе, 18 мая, будет прохладно и ясно. Температура воздуха от плюс 4 до плюс 12, ночью до плюс 4. Ожидается почти безветренная погода, в основном 1 метр в секунду, перерывами до 6. Осадки днем маловероятные. 19 мая в Котласе будет ясно и тепло. Температурный фон в течение дня в пределах от плюс 10 до плюс 20, ночью от плюс 4 до плюс 8 градусов. Ожидается легкий бриз 3 метра в секунду с порывами до 8. Днем осадков не ожидается. В понедельник 20 мая днем в Котласе будет ясно. Столбик термометра поднимется до плюс 20 днем и дойдет до плюс 9 ночью. Ожидается легкий бриз 4 метра в секунду, порывами до 10. Погода днем без осадков. В акционерное общество Котласский электромеханический завод на постоянную работу требуется. Оператор станков с программным управлением, наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, фрезеровщик, токарь, заточник, футеровщик, инженер-технолог, механик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Заработная плата от 40 тысяч рублей по результатам собеседования. Иногородним оплата найма жилья, компенсация затрат на переезд. Справки по телефону 2-84-44, добавочные 521. Адрес электронной почты. Работа.